друзья всем огромнейший привет с вами лада и в этом видео я покажу как сплести вот такой замечательный кувшин с ручками из бумажной лозы так что если вам эта тема интересна то я приглашаю вас к просмотру это мастер-класс подробным объяснением некоторых моментов какие-то моменты я пропускала например как сплести круглое дно в принципе так все понятно но вот моменты как крепить ручку как сделать для нее каркас как закончить горлышко нашего кувшина так чтобы вот эти окончания были незаметные и как сделать такую незаметную загибку без самой загибки я это все очень подробно показывала обязательно в описании под видео оставляю план видео по минутам где вы сможете перейти на тот временной отрезок видео который вам наиболее нужен и полезен и также в описании под видео оставляю список материалов которые я использовал для создания этого кувшина на некоторых материалах я сейчас хочу остановиться более подробно и пояснить некоторые моменты но в первую очередь для плетения нам понадобится конечно газетные трубочки кувшин у меня размерами получился высоту 30 сантиметров и диаметр самого большого места 14 сантиметров и на плетение этого кувшина с такими размерами у меня ушло 215 трубочек трубочка у меня в длину 29 сантиметров поэтому смотрите если у вас трубочки по длине чуть чуть побольше то тогда может уйти чуть поменьше самих трубочек далее я использовала в этой работе клей титан он гораздо крепче самого клея пва я его использовала для крепления ручек но это все вы увидите я очень подробно все это показывала и для самих же ручек для каркаса я использовала вот такую вот проволоку это флористическая проволока я ее покупала в магазине леонардо а здесь в упаковке 20 штук 40 сантиметров в длину это проволока и 0 95 миллиметров в ширину у нас ремонт у соседей вот такая вот проволока я бы не сказала что она слишком жесткая она довольно таки мягкая и мне кажется что она не очень хорошо подходит для самих ручек то есть чтобы из нее делать каркас потому что она довольно таки но видите да мягкая гибкая очень хорошо гнется и но она держит форму но очень быстро ее может поменять к сожалению в строительном магазине я не встретила той проволоки которая мне нужна то есть немножечко пожестче должна быть сама проволока вот так что вам совет да если увидите проволоку пожестче то берите ее конечно потому что вот такой вариант он подходит да действительно для флористики для каких-то цветочков лепесточков ну или для каких-то может быть элементов плетения которые не должны служить какой-то опорой то есть например все таки ручки у нас несут главную часть кувшине то есть за них нужно брать да например если кувшин будет оплетаться по бутылке поэтому ручки должны быть прочные вот а здесь ручки вот хоть они и прогрунтованы уже несколько раз кстати грунтовать обязательно кувшин нужно чтобы он был прочный крепкий потому что тут горловина она достаточно шаткая получается без грунтовки вот хоть эти ручки прогрунтованы но видите то есть я могу смело изменить вот эту вот форму самой ручки ну так с трудом конечно но могу это сделать поэтому проволоку берите чуть потолще и чуть более жесткую ну вот на этом все вроде бы а если что обязательно в описании под видео какие-то нюансы добавлю приятного просмотра перед началом работы на листе бумаги изобразила приблизительную форму кувшина который собираюсь плести к этому рисуночку я буду возвращаться в процессе плетения потому что именно здесь я отметила места где у меня будут крепиться ручки мне это поможет чтобы не запутаться в дальнейшем но и по рисуночку буду ориентироваться где у меня будет расширение кувшина на каком уровне и на каком уровне постепенное его сужение и так начинаю плетение кувшина с обычного круглого дна здесь нету никаких премудрости его я начинаю обычным способом вот таким вот образом оплетаю сначала группу трубочек по 6 а потом уже буду их разъединять здесь самое главное чтобы дно было более-менее плоским поэтому именно такой способ я выбрала плетение дна я в своих мастер-классах очень много раз показывала как я это все делаю поэтому здесь я останавливаться очень подробно не буду на этом я уже покажу конечный результат когда мое донышко будет полностью соответствовать той форме по которой я собираюсь плести кувшинчик пока я плету дно я отвечу на вопрос который мне очень часто задают это как узнать сколько трубочек закладывать в основании нашего круглого дна если какая-то в этом схема или же система я отвечу так что как таковой системы у меня нет у меня все происходит всегда спонтанно конечно все зависит от диаметра 1 то есть если дно небольшое и у меня изделие будет небольшое то максимальное количество которое я беру для небольшого дна это 8 на 8 трубочек то есть 4 здесь 4 здесь 44 то есть вот так вот шахматкой выкладываю а если дно еще меньше то я беру три на три то есть это у меня уже сложилось с опытом а если изделие очень сильно большое по диаметру то я уже беру максимальное количество трубочек которая возможно потому что здесь еще играет система то есть если взять очень много трубочек вот сюда вот вставить в основание то дно будет очень-очень объемным и это не всегда красиво смотрится поэтому максимальное количество трубочек которые я могу здесь взять это например 7 на 7 но шахматкой то есть 14 на 14 трубочек в процессе дальнейшего плетения трубочек может понадобиться еще больше для стоечек поэтому я просто наращиваю дополнительные трубочки в этом ничего такого сложного нет я думаю но если вы например берете большее количество трубочек в основании то всегда можно лишнее обрезать тоже в процессе плетения и плетением последующими рядами закрыть эти места ну вот у меня уже сплелось но тот размер который мне идеально подходит для моей формы то есть чтобы вот так вот его посадить и уже плести по форме дальше здесь есть нюанс то есть если я буду сейчас плести по форме она все будет болтаться у нас и съезжать поэтому я беру резинки и вот так вот закрепляю резинками мое дно форме с одной стороны и с другой стороны тем самым одно будет укреплено на форме и плести будет легче плести можно не волноваться что эти резинки например потом убрать не удастся все уберется очень хорошо они срежутся и все будет нормально можно конечно и бельевой резиночкой все это укрепить ну вот какие у меня нашлись резинки такие я использую и дальше я начинаю проплетать ряды прижимаем вот эти вот стоечки прямо к форме кстати стоечки у меня короткие но в этом ничего страшного нет я их специально взяла короткие потому что так удобнее будет плести сейчас сверху вниз я имею ввиду то есть если бы стоечки были длинные то мне бы пришлось эту всю конструкцию оставить на какое-то ведерко чтобы чтобы было удобно чтобы об стол они у меня не стукались теперь я вот так вот начинаю оплетать постепенно сужая постепенно прижимая плетение а здесь кстати есть один нюанс обязательно следите за тем до какого уровня вы плетете потому что форма у нас идет на сужение поэтому нужно нужно замечать тот момент когда нужно уже вынимать форму чтобы она у нас вынулась хорошо вот это нужно об этом помнить не забывать вот таким вот образом как бы сверху плиту я вот показывала в одной из трансляций по плетению хлебницы я точно также плела вверх хлебницы то есть сверху вниз и у нас не съезжает вот эта форма здесь у нас так как форму у нас прозрачная я вижу что центр формы соединен с центром нашего круглого дна вот поэтому здесь все хорошо вот таким вот образом мы плетем дальше очень-очень плотно прижимаем наше плетение но конечно сразу не прижмется это нормально но мы зададим нашим трубочкам уже направление и как я говорю всегда наше плетение уже поймет что мы от него хотим ну и конечно же в процессе мы будем наращивать наши и рабочие трубочки а потом уже затем нарастим и стоечки которые заканчиваются как и обещала включаюсь на данном этапе показываю предварительный результат того что получается у меня проплелось еще три ряда вот такая вот картина вырисовывается постепенно мы подходим к расширению нашего кувшин чека можно кстати формула взять еще более пузатий тогда у нас с будет еще больше расширения в этом месте а я перевернула уже плетение и что я сделала я сюда насыпала бобов это у меня специальные бобы для утяжеления я их для этой цели использую и уже на данном этапе буду проплетать снизу вверх то есть вот в таком положении и чтобы у меня плетение было более менее устойчивым я его ставлю на бобину для скотча вот таким вот образом пряменько стараюсь по центру поставить и продолжаю оплетать на этом этапе конечно тяжело тоже будет происходить оплетание но в принципе вот так вот поддерживая форму и само плетение вот таким вот образом это все облегчает нашу работу вот таким образом мы с вами плетем дальше и я постепенно подхожу к следующему этапу это наращивание стоек я снимала отдельное видео про наращивание стоек какими способами я пользуюсь ссылочку на него обязательно оставляю в описании под видео скажу что использую я в этом изделии первый способ наращивание потому что он наиболее удобен просто где-то вот на этом этапе нам нужно с вами закреплять ручку поэтому второй способ не очень подойдет мне кажется подойдет больше всего первый способ как вы уже кстати заметили или кто не заметил у меня трубочки немного разных цветов то есть это вот такой вот светлый морковный цвет и свекольный морковный цвет красила я одной и той же морилкой цвета махагон но это были разные фирмы поэтому такие оттеночки получились но мне кажется что так тоже очень интересный вариант получается итак я нарастила стоечки по всему периметру и у нас вырисовывается вот такая вот картина я сейчас ряда 2 еще про плиту в таком положении потом буду обрезать трубочки стоечки эти коротенькие предыдущие а здесь у нас форма идет на максимальное расширение вот в этом месте еще два ряда и будет постепенное сужение и и мне нужно будет не пропустить этот момент и успеть вынуть и форму и вот здесь вот у нас если к рисуночку обратимся у нас где у нас постепенно идет сужение там у нас уже крепится основание ручки вот поэтому я этот процесс буду очень подробно снимать и так два ряда проплетаю и потом включаюсь показываю результат уже и форму снимаю и двигается дальше будем и так я продолжаю плести дальше как вы видите у меня уже подрезаны коротенькие кончики от предыдущих стоечек и вот эти вот пенечки я стараюсь спрятать под плетение но там совсем они коротенькие поэтому очень легко прячутся вот таким вот образом а по ходу дела я проверяю вот так вот немного достаю форму для того чтобы мне видеть до какого состояния мне это все про плести ручками я пока не занимаюсь вот я до плиту вот у меня на сужение пойдет и я уже пойму какой высоты у меня приблизительно будет кувшин тогда и займусь ручками пока у меня идет расширение до процесс такой как бы стабильное расширение идет еще два ряда я думаю что и потом уже сужение пойдет потом мы вынем форму у меня маленький кувшин так как я уже говорила потому что форма такая на самом деле ваш кувшин может быть любой величины если вы найдете форму побольше то можно и побольше кувшинчик сделать а можно вообще вручную его расширять то есть уже плести не по форме а снять форму и вручную как бы вот так вот искусственно его начать расширять но это уже как вам нравится я уже достаточно проплела то есть у меня пошло на сужение и сейчас я вынимаю форму но перед этим перед тем как вынуть форму я обрезаю вот эти вот резиночки вот и вынимаю форму вот такая вот чашечка пока получается резиночки очень хорошо убираются кстати их можно и второй раз использовать просто завязать на узелок и пустить в дело так что мы их не выбрасываем теперь мы с вами плетем без формы да кстати если хотите чтобы кувшин у вас если он не очень устойчив но я его и делаю устойчивым немножечко вот это при плюс но и все в порядке будет но если вы хотите здесь что-то такое соорудить например чтобы кувшинчик стоял то есть какое-то донышко то можно здесь сплести такой внутренний бортик как у крышки корзиночки мы с вами плели так можно и здесь то есть просунуть трубочки вот сюда вот внутрь вывести их наружу и проплести такой небольшой внутренний бортик ну вот как вот в этой крышке шкатулочки да я плела так и здесь вот я это делать не буду в принципе сейчас она достаточно устойчивая я сейчас буду плести дальше вот сюда грузик какой-нибудь поставлю здесь грузик я вот такой пока на время поставила почему на время потому что я хочу чтобы мой кувшинчик сужался а этот грузик не даст потом нам с вами поуже плести поэтому вот ряда на три ряда его вполне хватит а потом мы с вами поменяем этот грузик и так уже плетем без формы вот ну и три ряда про плиту принципе я плела вазу как-то у меня был такой мастер-класс поэтому в принципе тут ничего такого нового нет вот еще три ряда про плиту и я включусь покажу предварительный результат в общем друзья плела я плела и тут вдруг осознала что на данном этапе мне как раз таки будет логично закреплять основание ручек то есть у меня идет процесс на сужение если я возвращусь к своей схеме то я пойму что вот где-то здесь у меня уже будет крепиться ручка поэтому сейчас мы займемся ручками плетение отложим сторону вообще есть несколько способов крепления ручек но я покажу один из мне кажется он самый оптимальный я на самом деле долго размышляла на тему как же вот в этом кувшине закрепить ручки и пришла к такому такому способу и так для этого я использую вот такую вот проволоку это флористическая проволока она довольно таки тоненькая состоит из железа но вот здесь вот такое покрытие которое не дает проволоки ржаветь скажем так что я сейчас делаю я беру трубочку которая у меня будет основанием для ручки и вот так вот ввожу в нее проволоку таким вот образом вторая ручка у меня будет смотрите я делаю ручку именно под размер своего кувшина он у меня небольшой если у вас кувшинчик большой то тогда вам нужно в основании брать ну чуть-чуть побольше вот таких вот трубочек вместе с проволокой это будет такой некий каркас для этого кстати понадобятся и зажимы на самом деле вот одной трубочки мало я возьму добавлю еще одну для толщины можно конечно сюда и проволоку всунуть но я это не буду делать вот здесь вот я немножечко кончик трубочки подрезаю но как обычно это кончик начало трубочки проволоку можно немножечко вывести так вот пусть будет сейчас на данном этапе я придаю форму именно сейчас придаю форму потому что когда мы будем с вами ее оборачивать это будет не очень удобно хотя я говорю что я показываю именно тот способ который я продумала и я для себя открыла мне он наиболее удобен вот пока так я ее не обрезаю пусть она вот здесь вот у меня торчит так либо сверху вот эта трубочка идет либо с обратной стороны ну вот пусть так вот придет здесь я фиксирую все клеем пва показываю все очень подробно вот на этом этапе таким вот образом ну пока неудобно но в общем то так теперь беру следующую трубочку без проволоки то есть пока у меня 2 с проволокой ждет своего часа окунаю в клей пва зажимая вот так вот сбоку ну с обратной стороны до получается с внутренней стороны вот так зажимаю теперь вот это место я зажимаю прищепкой не прищепкой а вот этим зажимом вот таким вот образом даю высохнуть немного разминаю трубочку пока это все это тело сохнет на самом деле можно использовать клей титан он у меня на готове стоит я его буду использовать когда буду крепить ручку к кувшину и вот таким вот образом я начинаю трубочкой обматывать нашу каркасную заготовку как я подготавливала трубочки на самом деле никак они у меня не подготовлены то есть я трубочки заранее покрасила морилкой и оставила их сушиться то есть вчера вечером я их покрасила и сегодня уже снимаю мастер-класс то есть они в принципе чуть-чуть слегка увлажненные вот и они не ломаются видите да на сгибах они не ломаются так сосед у нас проснулся если вы слышите он целый день у нас сверлит а если говорю что если у вас кувшин чуть-чуть побольше да то тогда вот вместо двух трубочек для каркаса берите три четыре главное чтобы начало вот у вас было именно таким чтобы вот здесь вот были кончики но на самом деле я здесь оставила слишком маленький кончик надо было слишком там побольше чуть-чуть побольше оставить но ничего я думаю что то есть а вам если вы собираетесь делать этот кувшин оставьте здесь чуть чуть по длине и кончик вот и вот таким вот образом но наращиваем трубочки да мы с вами оборачиваем всю ручку друзья в конечном итоге у меня получились две вот такие вот заготовки ручек они одинаковые по длине и по форме у второй ручки я уже оставила по длине и кончик вот этот чего вам советую тоже сделать так ручка будет удобнее крепиться и прочнее ручки я пока не заканчивала не укрепляла конец потому что возможно буду их по длине корректировать оставила вот так зажала зажимами и пусть они в таком виде у меня остаются пока нужно нам с вами определить в каком месте у нас будут крепиться ручки то есть это середина нашей куш нашей вазы кувшина но приблизительно я взяла первую стоечку тот который я буду плясать и измерила количество стоечек с этой стороны и с другой стороны у меня получилось одинаковое количество что здесь 11 что здесь 11 и вот это вот трубочка у меня получилось напротив вот этой вот вот поэтому в этих местах я сейчас буду крепить ручки скажу сразу что способ который я показываю на самом деле это не единственный способ то есть я для себя определила вот это для меня самый оптимальный способ вы крепите тем способом который удобно то есть либо вы уже будете крепить ручки после того как сплетете сам кувшин либо у вас будут крепиться ручки внутрь либо вот некоторые крепят прямо вовне то есть вот таким вот образом и там просто переплетается трубочкой сама ручка или же какой-нибудь веревочкой у меня будут ручки крепится прямо внутрь плетения я посчитала что этот вариант мне более удобен и так вот здесь вот я расширяю вот это вот пространство здесь самое главное когда мы будем крепить ручки у нас никаких таких объемов не было поэтому делаем все постепенно я расширяю пространство вот у этой стоечки у которой я решила крепить ручку теперь давайте я покажу длинным кончиком так удобнее будет вот здесь вот проволоку я обрезаю так по уму конечно плоскогубцами ее нужно обрезать я вставляю вот эту систему прямо внутрь плетения до ручки у меня будут болтаться в процессе плетения нужно просто быть немножечко аккуратными да то есть вот таким вот образом я вставляю присматриваю как она у меня здесь будет смотреться немножечко снова расширяю пространство я использую обычную пилочку для ногтей и теперь вот сюда вот я копаю немножечко клея титана пока совсем чуть-чуть это делаю его много не надо потому что он дает объем и причем такой достаточно большой объем когда высыхает вот и прямо туда внутрь вот так вот фиксирую ручку если у вас у кувшина ручки будут иметь цель практичности то тогда лучше конечно титаном это все укреплять и теперь это все вот эту всю конструкцию я просто вот так вот еще прищепочка и зажимаю потому что мы с вами и и будем туда-сюда да тут очень аккуратно в этих местах теперь всю эту конструкцию я фиксирую вот так вот плетением и по мере того как я начинаю проплетать я опять же вот здесь вот постоянно закрепляю титаном с этой стороны и с обратной стороны закрепила оплетаю теперь у меня все очень хорошо будет держаться после этого как мы ручку вставили мы продолжаем оплетать дальше смотрите здесь самое главное чтобы не было слишком большого объема поэтому клея чуть-чуть копыть и еще раз говорю что на самом деле можно и после проплетенных рядов ставить вот эту вот ручку но я выбрала именно такой вариант мне показался он более удобный лично для меня поэтому если вы считаете мой способ не очень практичный не очень удобный то тогда просто когда вы проплетете уже все ряды вы просто берете вот где нибудь здесь расширяете все клей титан и вставляете ручку или как-то можете ее там например просто приклеить я тоже видела вот такие работы где ручка просто приклеена и то и то в принципе нормально единственное что когда вы за ручку будете брать она возможно у вас и отвалится но тем не менее почему нет просто когда кувшин большой тогда скорее всего нужно конечно такая хорошая конструкция здесь вот мы дошли до 2 ручки тоже покажу очень очень подробненько все это то есть я расширяю вот это пространство теперь у меня вот это моя ручка ее можно так вот распрямить даже вставляю ее сюда пока прищепочкой все это вместе фиксирую у нас получается такая толстая толстая стойка здесь нужно быть очень очень аккуратными на этом этапе на последующих этапах уже будет все окей просто на этом этапе нужно быть очень очень аккуратными здесь я говорю что мы вставляем с вами ручку прямо прямо перед стойкой для ее рядом а нужно перед стойкой но и здесь видите да так как кончик у нас очень короткий оказался то нам с вами сложновато это все будет поэтому да вот вам и исправление ошибки вы делаете по длине и кончик вот титаном закрепила смотрите закрепила я надеюсь что все очень хорошо видно потому что когда снимаешь сложно что-то показать так здесь чтобы она не ерзала мы закрепляем прищепочкой а потом прищепочку уберем здесь вот такая вот у нас система будет ну да придется немножечко потрудиться над этой над этим этапом но зато потом все нормально пойдет все вот таким вот образом оплетаем дальше так теперь показываю здесь что у нас происходит я дошла вот я проплела от 2 ручки дошла до 1 здесь у нас видите расстояние небольшое осталось мы сейчас его будем оплетать и конечно же клей титан тоже сюда макнем так вот так вот капельку клея титана совсем капельку его много не надо да как я уже сказала потому что он когда застывает он следы дает поэтому здесь нужно быть очень очень аккуратными чтобы у нас с вами не было никаких следов клея и так далее и так далее чтобы работа наша аккуратненько смотрелась излишки клея я вот так вот раз пальчиком убираю клей титан очень легко с пальчиков срезает так что даже не переживаю по этому поводу вот все ручка наша закрепилась самое главное чтобы у нас вот здесь не было никакого объема чего в принципе я не вижу это хорошо сейчас мы дойдем с вами до 2 ручки там посмотрим какая ситуация а теперь я дошла и до 2 ручки вот тут у нас такая ситуация нужно тоже закрыть то есть еще один ряд будет уместен оплетаем это последний ряд оплетения уже вместе с ручкой вот таким вот образом все у нас пошло все смотрим что у нас с обратной стороны такая ситуация ну и не забываем да у нас все-таки постепенное сужение идет поэтому не забываем про это вот смотрите то что у нас было немного клея у нас нету никаких следов и это хорошо что с этой стороны что с этой поэтому сейчас мы доходим до следующей нашей ручки до 1 покажу что будем дальше делать а я дошла до ручки и здесь я вижу что в принципе оплетать ее уже не имеет смысла потому что мы все скрыли с вами теперь я показываю что я делаю дальше ручка у меня была вместе со стоечкой да как вы помните и она у меня встает прямо перед стоечкой то есть стоечку у меня позади сейчас что я делаю то есть я сейчас как обычно оплетаю вот эту стоечку и теперь что я делаю я немножечко отодвигаю ручку и оплетаю стоечку за ручкой вот таким вот образом немножечко вот и и вот таким вот образом прижимаю к ручке и плиту дальше и так нарастили рабочие трубочки сейчас убираем прищепку и направляем трубочки за ручку таким образом чтобы мы смогли оплести стоечку которая располагается сзади вот таким вот образом сейчас покажу оплетаем эту стоечку ручка у нас уходит вперед вот такая картина вырисовывается видите да и плетем дальше а здесь смотрите наступает такой момент что уже можно и по две трубочки объединять и оплетать то есть постепенно и здесь сужение происходит и я вижу что это можно сделать здесь я вытаскиваю форму но мне открылась неожиданно вот ну и сужаю сужаю уже смелее сужая вот таким вот образом у нас все происходит подтягиваю ряды чтобы все было лаконично хорошо смотрелось значит смотрите что на данном этапе у меня получается я вижу что ручка у меня здесь вот так вот немножечко болтается почему это произошло опять же помните говорила да что маленький кончик коротенький вот та ручка вообще не болтается очень хорошо на месте держится а здесь вот то что коротенький кончик получился вот это не очень хорошо так что вот моя ошибка буду сейчас исправлять то есть я сейчас клея титана побольше копаю в это место излишки убираю хорошо мне трубочки покрашены потому что если трубочки у вас не покрашен они потом в этих местах не будут хорошо прокрашиваться где клей вот и вот так вот клеем титаном ее прижимаю прижимаю вот таким вот образом можно прищепочкой зажать как-нибудь там я сейчас уже соображу как это сделать пока все тут будет у нас фиксироваться вот то есть да на будущее когда будете делать вот такие вот ручки обязательно кончик должен быть ну побольше чем я сделала это вот у меня ошибка была поэтому вы этой ошибки старайтесь не допускать ну и вот так вот я плиту сейчас уже постепенно все больше и больше сужаю там у меня уже на очереди другая форма готова которую я буду использовать для узкого горлышка я продолжаю плести кувшинчик у меня уже идет постепенное сужение но вот с этого момента я его хочу ускорить чтобы узкая часть кувшинчик начиналась хотя бы вот с этого места уже ну тут ряда 4 осталось я думаю что это получится и на этом этапе я хочу сказать вот что раз у нас идет постепенное сужение вообще сужение этой части то в последующем нам будет сложно вот сюда добраться практически невозможно поэтому если вы хотите сделать ваш кувшинчик практичным прочным то советую на этом этапе пока у нас есть возможность вот туда вот внутрь добраться прогрунтовать его изнутри и покрыть лаком а потом когда уже будете вы проплетать уже постепенно тоже самую манипуляцию делайте то есть грунтуйте покрывайте лаком до тех мест до которых вы сможете добраться иначе просто когда кувшинчик вы сплетете вот да у нас идет уже узкая тут горлышко то есть когда вы уже его сплетете вам внутрь уже будет не пробраться вообще поэтому делаем это все на этом этапе ну а я плету дальше если кувшинчик будет использоваться для сухоцветов каких-то до для сухих цветов как вазочка то в принципе можно и не грунтовать оставить как есть вот я его оставлю как есть он у меня будет для сухоцветов использоваться а если вы оплетаете бутылку тоже такой вариант возможен почему нет то не знаю мне кажется что стоит про лакировать мало ли чего а можно и не про лакировать в общем это все на ваше усмотрение в зависимости от того по какому назначению вы будете использовать ваш кувшинчик прошло какое-то время в общем смотрите до чего я доплелась а до того что в принципе тут уже настолько узко что уже даже лишние стоечки мешают поэтому на этом этапе я сейчас буду обрезать то есть у меня здесь по 2 трубочки в одном месте стоечки и сейчас я просто буду обрезать одну и оставлять одну пока вот такие вот пенечки оставляю а потом эти пенечки будут очень хорошо убираться за следующие проплетенные ряды поплески оставляем у нас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Показываю предварительный результат на данном этапе, что у меня получается вот такая вот картина. Я постепенно сужала-сужала, мерила по форме мое горлышко, которое я хочу сделать. Форма у меня это втулка от бумажных полотенец, на мой взгляд оптимальный диаметр, но лично для вот этого моего кувшина, то есть вы сами выбираете, какая у вас будет форма на этом этапе. Вот, ну и постепенно сужала-сужала, пришла к тому, что стоечек у меня стало много, они стали мешаться, поэтому очень хорошо стали объединяться по две. Вот таким образом я объединяю их. Сейчас уже пошел второй, третий ряд объединения. И потом я их обрежу, скорее всего. Ну, посмотрю, по крайней мере, что там у меня будет происходить. Сейчас я вот подхожу к тому моменту, что начинаю плести прямо по форме. Вот, что у меня происходит. Форму я ставлю прямо, как только это возможно. Вот таким вот образом. Стоечки все выпрямляю. Если у вас форма такая же, как и у меня, полая, легкая, то с ней нужно быть осторожным, потому что она может двигаться. Туда-сюда, вот что, собственно, у меня и происходит. Поэтому я ее поправляю постоянно. Вот, на данном этапе. Ну, я смотрю так, что мне, например, двойные стоечки не мешают. Но если они вам объем какой-то дают непонятные и лишние, то их можно обрезать. И да, хочу дать еще небольшой совет. Следите внимательно за вашими стойками, чтобы они у вас не перекручивались. Потому что, знаете, бывает вот так вот стоечки ведут вот в какую-то сторону, в эту или вот в эту. Конечно, есть такие вазочки, очень интересный тоже вариант смотрится. Но если вы не хотите такого эффекта, то обязательно следите, чтобы стоечки находились у вас в вертикальном состоянии. Я проплела около 10 рядов, даже тут получилось не 10 сантиметров, чуть-чуть поменьше. Я поняла, что на этом этапе лучше всего ручки прикреплять уже, иначе будет поздно. Поэтому сейчас я буду ручки прикреплять и потом дальше плести. Итак, нам нужно с вами, во-первых, конец ручки очень хорошо зафиксировать, закрыть, да, чтобы нигде ничего не торчало. Можно и на ПВА фиксировать, но просто времени ждать, пока это все высохнет. Очень долго требуется, поэтому я на титан все это быстренько сделаю. Вот таким вот образом здесь я обрезаю лишнее, что получилось. Займусь второй ручкой. Смотрите внимательно, чтобы они по длине были одинаковые, но я их, как раз таки, вот эти заготовки и делала одинаковые, поэтому с этим проблем нет. Таким вот образом. Излишки клея обязательно удаляю. Так, и пока займусь вот этим вот местом. Вот этим местом, где я собираюсь вставлять ручку. Вот у нас эта стоечка. Вот сюда как раз таки ручка пойдет перед стоечкой. Вот смотрите, не сбоку, а прямо вот перед ней. Нужно очень-очень большую дырочку сделать, грубо говоря. Пока у нас клеятся ручки, я сейчас кончик вот этот обрежу. Фокус теряется. Ну вот, оставляю буквально сантиметра три. По опыту, да, я уже научена, что лучше всего оставлять вот такой вот конец. Я не думаю, что он будет большой. Поэтому, ну и проволоку тоже все у нас идет, удаляется. Вот что у нас получается. И вот с этой стороны, сейчас посмотрим. Я все показываю подробно, потому что мало ли что-то непонятным будет, а я хочу, чтобы все было понятно. Так что, если вы, например, уже этот этап знаете, то можете нажать на тот временной промежуток, который вам наиболее полезен и интересен. Ну вот у нас уже все приклеилось. Все приклеилось. Сейчас мы с вами будем закреплять ручки. Так. Вот у нас расширение. Титан у меня уже на готове. Расширяю я довольно-таки глубоко, потому что у нас, смотрите, какой кончик будет. Не фокусируется камера. И вот сюда, вот туда внутрь, я сейчас буду капать клея титан. Побольше. Ну, внутрь там можно побольше, в принципе, там не будет ничего этого видно. Вот. И вот таким вот образом просовываю ручку. Вот она у нас просунулась. Смотрите, что получается. Да. Все. Теперь с этой стоечкой поработаем. Начнем расширять. Побольше расширим все это пространство. Клея титан. Желательно внутрь его вот так вот запихнуть. Ну, постараться нужно это сделать, чтобы тут клея не было. И засовываем ручку. Стараемся засунуть прямо до основания, да, чтобы вот эти вот не торчали. Теперь нам нужно все это поправить, чтобы было ровненько и пряменько. Сейчас мы еще горлышко доплетем, поэтому, если что-то косит с горлышком, то это все, конечно, поправимо. А здесь нам с вами нужно убирать объем, поэтому я вот так вот прижимаю. Вот так вот прижимаю. И смотрите, объем убирается, да? Видите, ничего нету. Как будто бы мы сюда ничего не вставляли. Все, теперь плетем дальше. Плетем мы с вами, оплетаем стоечки за ручками. Сделать это сложновато, конечно, вот на данном этапе, но возможно. Поэтому стараемся это сделать. Если что, вот так вот ножничками помогаем. Вот таким вот образом. Вот у нас, видите, они пропихнулись, протиснулись. Дальше с вами оплетаем. Следующая ручка у нас на очереди. Для того, чтобы это сделать было не очень-то трудно, клей титан, вы должны капать строго внутрь, туда, куда вы вставляете ручку. Потому что, если вы капнете на стоечку, попадет, то вам будет сложнее вот это вот сделать. Подхожу уже к окончанию плетения кувшинчика. Вот осталось горлышко сделать. Я немножечко на расширение здесь пошла. И сейчас поделюсь своими первыми впечатлениями. Уже что-то такое складывается. Тоненькие ручки. Я сделала слишком тоненькие ручки. Может быть, они хорошо смотрятся. Не знаю. Но такой, в принципе, у меня и кувшинчик такой миниатюрный получился. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас ручки были толще, берите за основу, которую оплетаете, не две трубочки, как я брала, а хотя бы трубочек пять. Но в этом случае берите их, складывайте вот таким вот образом. То есть, не надо сразу в пучок складывать их, а потом уже оплетать. Потому что вот здесь будет очень сильное утолщение. Потом вставлять будет неудобно. Просто берите их вот таким вот образом. Вот таким вот образом сложите. и уже начинайте оплетать. У вас будет и толстая ручка, и вот здесь у вас не будет утолщения. То есть, вы сможете нормально, спокойно вот этим вот кончиком, который да, идет на сужение, нормально, спокойно вставить его в плетение. Вот. Поэтому вот такая вот ошибка у меня случилась. Но, тем не менее, показываю вам все. Даже ошибки. чтобы вы знали, как это все можно исправить. Сейчас иду на расширение. Что я сделала? Я немножечко отогнула трубочки. Вот таким вот образом. Сейчас немножечко вам покажу. Вот. И пошла их оплетать, чуть-чуть расширяя. Возможно, сейчас я буду их разъединять по одной. Я сейчас посмотрю, как это все у меня получится. И, скорее всего, я так и сделаю. Ну, хочется мне немножечко здесь сделать расширение. Если же вам не нужно это расширение, то, в принципе, не делайте его. Я показываю, как я это делаю. Вот. Таким вот образом. Если у вас и так узкое горлышко, и вы хотите его оставить, то тогда просто обрезайте трубочки-стоечки и уже заканчивайте плетение. Но я немножечко его расширить хочу. Я уже на пути к финишной прямой. Сейчас мне нужно сделать окончание. Что я для этого делаю? Ну, во-первых, не хочу, чтобы пенечки очень сильно торчали. Хочу, чтобы они практически были незаметны и спрятаны. Загибку делать никакую не хочу. Да и короткие у меня сейчас стоечки остались для загибки. Поэтому я вот так вот их обрезаю. Вот на таком вот расстоянии. Сейчас все обрежу. Сейчас вот несколько обрежу, просто чтобы вам показать, что я собираюсь делать. То есть, у меня они торчат буквально на полсантиметра. Где-то так. Этого расстояния как раз таки хватит, чтобы их спрятать за плетением. Теперь можно взять титан, можно взять ПВА. Я, например, возьму вот такой вот ПВА, который я использую для кручения трубочек. И сейчас я капаю клея прямо на вот эти вот пенечки, которые у меня торчат. Вот таким вот образом. Сейчас мы их спрячем. Здесь, конечно, нужен клей хороший, поэтому я вот такой вот ПВА взяла. А теперь я начинаю оплетать эти пенечки уже. То есть, раз я оплела пенек и вот так вот прижала и все. И у меня все спряталось. Следующий я взяла, оплела и вот так прижала. И смотрите, ничего не видно, только клей ПВА торчит. Следующий, третий взяла, прижала, все. И когда это все заклеится, смотрите, вообще будет ничего не видно, как будто бы мы сделали какую-то загибку. Вот сейчас все сделаю по всему периметру. Если вы сомневаетесь, можно вот так вот прищепочками сделать, еще больше прижать и все точно будет хорошо. Друзья, теперь я готова показать вам окончательный вид моего кувшина. Точнее, не окончательный, еще остался этап лакировки, но это уже мелочи. Можно его прогрунтовать, ручки я точно буду грунтовать клеем ПВА с водой, потому что они не очень сильно жесткие, а я хочу, чтобы они были прочные и жесткие. Поэтому ПВА с водой самый лучший вариант грунтовки для них. Горлышко я закончила вот таким вот способом. Смотрите, практически не видно пенечков. Ну и рабочие трубочки я убрала вот таким вот образом. В принципе, с этой стороны ничего не видно, с этой стороны тоже. Вот так что лакируем и можно уже ставить куда-нибудь в интерьер. Если вам понравилась идея мастер-класс, обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик рядом, тем самым будете в курсе выхода новых видео. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих трансляциях и видео. Пока-пока!